Практическая психология Сегодня по ходу посмотрим, сколько историй мы сможем озвучить Мы сразу скажем, что мы соблюдем все необходимые требования Мы не будем называть ни имен, ни фамилий, никак не намекать ни на школу, ни на место проживания Конечно же, это у нас одно из обязательных условий Итак, давайте сегодня поговорим о реальных историях людей, которые столкнулись, во-первых, с интернетом Но с точки зрения интернет-буллинга Пока давайте будем иметь вот такую трактовку То есть, где люди общались с людьми, вроде бы с реальными, как они думали, в виртуальной жизни И какие-то были у этих людей последствия То есть, как это все прожили и пережили Негативные, прежде всего Негативные, прежде всего, конечно Потому что мы не будем забывать, что есть и позитивные примеры, но сегодня не о них Сразу же хочу сказать, что все те истории, которые мы озвучиваем, мы их озвучиваем не с точки зрения, чтобы давайте мы это все с вами просто послушаем и обсудим А с точки зрения, каждый из вас сейчас задумывается о том, что, в принципе, на месте этих людей может оказаться каждый Или уже находится Итак, можно я сначала, наверное, прочитаю первую свою историю, которую мне под запись прямо продиктовала женщина У нее трое детей, и она считает, что она вообще безумно счастливый человек, потому что у нее есть эти трое очаровательных деток и любящий муж Дочке 10 лет недавно переехали из района в город Друзей и подруг пока не завела дочка В классе тоже коммуникации не налажены Класс сразу же какой-то оказался недружным, как дочка говорила Но дочка умница, красавица, все такая домашняя В начале летних каникул радостно сообщила, что познакомилась с девочкой в ВК И вся девочка такая же, хорошо учится, слушает ту же самую музыку У нее тоже есть очаровательная собачка Мама прямо такая же собачка, как вот у нас Ей нравится практически все, она вот читала вот эту книжку, я эту тоже книжку читала Ну то есть мама говорит, мы просто радовались, что надо же, вот еще с мужем переглянулись, так и подумали Может быть нам как-то девочку-то пригласить к нам домой Но дочка сказала, нет-нет, мы пока попереписываемся Значит, мама посмотрела на аватарку Ну девочка, как девочка, тоже примерно такого же возраста, такой же конституции, то есть тонко-звонко и прозрачная И вообще не вызвала никаких тревог Но в августе мама пришла с работы И оказалось так, что дочки как-то все время нет, долго нет То есть мама подождала в течение часа Телефон, она говорит, что меня удивило, что если даже девочка пошла там куда-то погулять То она телефон всегда брала с собой, телефон лежал на столе То есть видно, что дочка куда-то очень быстро торопилась Она подождала в течение часа, потом стала звонить мужу, родителям, соседке-пенсионерке, которая все время вот тут вот прямо гуляет Та сказала, что видела дочку в районе автовокзала полчаса назад Значит, муж приехал с работы и как-то прямо сразу же открыл дверь, зашел и сразу же пошел к компьютеру Страничка ВК, ну то есть была открытой И вот тут, когда, она говорит, мы начали читать То прямо было ощущение, что и почва из-под ног просто уходит Значит, что было? В переписке было все Просьба сфотографировать себя голой ванной Дружеский треп по поводу того, наконец-то, когда мы с тобой увидимся в реальной жизни Ведь у нас только с тобой общего Далее, через какие-то там определенные периоды начались угрозы Что все эти фотографии будут показаны обязательно одноклассникам Девочка просила, что не надо этого делать, ни в коем случае Дальше были требования перевести деньги по указанному какому-нибудь там адресу Ой, номеру телефона, чтобы эти фотографии не были показаны И в итоге, что ты можешь прийти за этими фотографиями Вдумайтесь только Шантаж Шантаж Ты можешь прийти по такому-то адресу И мы тебе отдадим оригиналы твоих фотографий Оригиналы-то у девочки у самой получается, понимаете, да? Оригиналы твоей фотографии А если ты не придешь по такому адресу То мама не вернется живой с работы То есть при этом у девочки даже не появилась мысль Чтобы позвонить, спросить мама Рассказать маме что-то там, да? Поделиться с кем-то В общем, девочка вернулась домой через два часа Мама говорит, что мы уже там искали телефон участкового Участкового полицейского Да, но у девочки сработал вот именно инстинкт самосохранения То есть она походила Пообмозговала все это И через два часа она вернулась домой Уже с мыслью о том, что я сейчас все расскажу родителям И там уже дальше Это еще показатель того, что Как бы детско-родительские взаимоотношения Они все-таки простроены и не разорваны Потому что мама говорит, что если бы Вот у нас были какие-то бы скандалы, выяснение отношений Еще чего-то, да? То она бы ко мне, конечно, не пришла Вот с таким доверительным разговором И там далее она пишет, что Разговор, конечно же, был Был разговор очень серьезный, но не с позиции нравоучения Ай-яй-яй, какая ты? А с позиции уже, когда мы прямо, говорит, шаг за шагом Прямо вот читая Вот все эти сообщения показывали Вот здесь Разбирали 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 Но Что стоит за словами Да Каким образом тебя изучили Каким образом тобой манипулировали Каким образом В какой момент ты могла уже нам просто открыться Но мама говорит, что это ее первый ребенок Впереди еще к такому же возрасту подойдут двое И, конечно, для них вот этот опыт был Очень такой болезненный Очень так принятый Прямо и прожитый Причем Когда я разговаривала с мамой Она сказала, что Мы не сообщили Ни в полицию Мы не Рассказали об этом Никуда не обращались к специалистам Это осталось сугубо наше личное дело И вот потому, что они просто дошли до До психолога И был еще определенный может быть момент Когда еще психика ребенка не была Изувечена, скажем так Да, то есть как бы вот смотрите Ну тут просто сложилось обстоятельство Да, вот наилучшим образом То есть девочка осталась жива-здорова Мы не знаем по какому По этому адресу Мама сказала, что папа ездил По этому адресу И опрашивал соседей Двери никто не открыл Но сказали, что там часто очень меняются Всевозможные жильцы Что там были наркоманы Что там были Притон Ну так и бывает, что люди часто таки переезжают Он занимает жилье И вот в итоге получается Мама говорит Я никогда не могла бы подумать Что такое может произойти со мной Я слышала об этом много-много-много раз И никогда не могла подумать Что это может случиться С моей домашней девочкой Хотя давайте прямо сейчас Разберем вот эту ситуацию На чем был построен То есть у девочки была В 10 лет потребность Я хочу с кем-то дружить Самое такое важное Для подросткового периода Правильно я понимаю, да? Да, еще и вот эта половая идентичность Когда развивается сейчас у всех детей По-разному Сексуальность У кого-то очень рано И вот это желание нравиться Желание быть принятым Желание быть одобряемым И как раз оно ищется Если оно не получается Из внешней среды ближайшей Значит, они ищут это в интернете И вот эти вот лайки Хотя надо детям уже сейчас объяснять Что лайки, они уже сейчас Ну, просто говоря, не модные И это не одобрение ребенка За реальные какие-то поступки Надо учить ребенка Гордиться своими достижениями Успехами Какими-то маленькими победами То есть вот то, чего он реально сделал А вот скажите Опять-таки возвращаясь к потребности Вот так получилось, что Переехали Дальше моменты В школе не получилось пока найти подруг Во дворе пока не получилось найти подруг Вот как вы думаете, Света, Лена Как вы думаете, могут ли родители Видя потребность ребенка Вот в каком-то таком своем кругу общения Помочь выстроить Например, ну не знаю Среди знакомых найти друзей Такого же возраста И как-то начать, например, там вместе Куда-то ходить в парку Можно я внедрюсь, коллеги Давайте мы, прежде чем будем давать рецепты Разберем еще несколько ситуаций Давайте Потому что вот здесь перед нами Девочка десятилетняя С конкретной историей Когда они приехали из одного места в другое В полную, можно сказать, пустоту Очевидно, что родители в этот момент Занимались устройством Работой, домом Сами какие-то коммуникации налаживали И, собственно говоря Жизнь в их представлении Катилась по-прежнему Там пути внутри семьи Но надо было обустроиться Вот она начала общаться в начале лета При этом сообщила родителям Что она начала общаться в начале лета Причем в ВКонтакте Не в какой-то там левой сети Которая нам с вами неизвестна Вот, а родители все лето обустраивались И она три месяца Общалась Три месяца там общалась Жила Да Есть ведь другие истории Потому что вот сразу просто Когда мы рассказываем эту историю Мы отсекаем Мы не переехали Мы живем на месте Давайте как бы другие еще истории Давайте Соберем А потом ведь там Общих черт очень много И надо будет вот тогда Резюмировать Согласна Они действительно есть И родителям нужно знать Вот есть психологические особенности У таких детей Которые начинают общаться Нет, давайте не будем Всех детей Давайте не будем говорить Про таких детей Потому что мы говорим Когда про таких детей Многие говорят Ну это вот те Такие дети Мой не такой А на самом деле Надо убрать это слово Такие дети Потому что Все дети одинаковые Есть реальные истории Мы здесь рассказывали Об этих историях История Произошедшая у нас В регионе Где Целая группа девочек Одноклассниц Общались Вот По такому IP-адресу Где занимались Вот этим Как бы Буллингом Но там Немножечко не то Это была история По подобию Синих китов Когда доводили до самоубийства И был К сожалению Завершен Этот Абсолютно Путь Этот акт И Были похороны 12-летние девочки А Одноклассницы Этой девочки Продолжали общаться В этой группе И когда органы Которые разбирали Этот Весь путь Эту группу Прочитывали Разговаривали С родителями Девчонок Которые остались Живы И продолжали Там еще общаться С этими людьми В том числе Родители Даже не знали Вот Вот та девочка Такая Она такая А наши-то Не такие Вот в чем дело Понимаете Вот эта история И еще Вот группа риска 10-11-12 лет Особенно 11-12 лет Здесь Владимир Шабардин Детский Омбудсмен Наш не раз говорил Что именно девочки Большей частью Большей частью Не всегда 11-12 лет Они в самой Высокой группе риска И прям вот за ними Такая вот Практически охота В интернете Происходит Я вижу Вот сейчас На собственном опыте Как мама 12-летней девочки Какой вал Вот такой информации Прямо вокруг И в ближайшем окружении В дальнейшем И более широком окружении Выявляемых Вот таких вот случаев Когда девчонки На грани срыва На грани Там нельзя описывать Каких там действий Да Когда одноклассники Там приходят И говорят Не в нашем классе Вообще Одноклассники Приходят и говорят Учителям Что с ней ненормально Она говорит Там о суициде Или еще о чем-то Этого прямо Вал-вал-вал-вал-вал-вал Причем Родителям кажется Иногда Что Ну может быть Это просто Как такая Мода Виня И вот Это просто Что называется All round Практически везде Там Чего далеко Ходить У меня лично Такая история С моей дочкой Практически Вот она такая В начале Была описана Как ты Надя Вот сейчас Прочитала историю Я опустила Этот момент Что называется Сапожник без сапог Сколько раз Мы здесь устраивали Передачи Об этом говорили Родительские собрания В школе И я бесконечно Об этом говорю Но была ситуация Когда я упустила Этот момент Тоже была вся В закрутке В замотке В работе Там еще кто-то Там требовал Моего внимания Очень много Меня мало было дома И ребенок Мне сообщал Что ты знаешь Я зашла Значит в сеть Такая замечательная сеть Вот прям Вот как тут написано Это познакомилась С ребятами Они мыслят Точно как я У них точно Такие интересы Ты представляешь Они любят Точно такие же игры Точно такие же фильмы И точно такую же музыку Наконец-то Тоже прочитала А причем Это была не ВК Это была новая Там какая-то сеть Меня вообще Ничего в этот момент Не насторожило Потому что я была Вся в полном загрузе Я взяла эту историю Прочитала И вот все О чем вы говорите О чем мы сто раз Тут говорили И о чем уже прописано Практически В книгах Я это прочла Не успела Она правда Никакие там Свои фотографии Слава Богу Конечно Она стала выяснять Она еще стала выяснять Она же у меня дознаватель Такой стала выяснять Но уже Но уже вот такой Загруз был большой И я только видела На этой неделе Что она стала замыкаться Плохо там дышать Бояться Бояться засыпать Вот не может Сделать глубокий вдох А я еще думаю И сидит с телефоном А я еще думаю Ну пусть сидит Хоть заснет Значит она же с кем-то Вообще даже мысли не было Вы понимаете Даже мысли не было об этом И тут я читаю И вижу всю классическую историю Вот про тех детей И таких детей И этих детей У нас очень близкая там связь С дочерью Мы постоянно общаемся Я про это все знаю И она про это все знает Вот родители первые должны замечать Какие-то особенности в поведении Вот мы сейчас разберем Разберем Я просто считаю Что это очень важно Подчеркнуть Про таких и не таких Детей и родителей Это те родители Не внимательные А я внимательный Это те дети Значит не могут Сказать А мои скажут Это те дети Значит такие Подверженные влиянию А мы не подвержены Нет таких разграничений Нет таких абсолютно Разграничений Есть вот зона риска Возрастная Которая связана с тем Что вы Елена сказали Потом половая Переходный возраст Половое созревание Когда они ищут Действительно одобрение И внимания максимально Эдентичность Да Русская или женская Эдентичность Сразу подчеркнем Для всех наших слушателей Для самих себя Нет таких и других детей Нет таких и других родителей Наша задача сегодня Рассказать про эти истории И сказать Делай раз Делай два Делай три На что обращать внимание Как реагировать на всех На ребенка Как свою реакцию контролировать Как сети контролировать Как реагировать Когда тебе учителя Приглашают в школу И начинают говорить Вы знаете Ваш ребенок Нам тут рассказывают Или психологи там Школьные И прочее Вот как сделать так Чтобы ты правильно реагировал И это не стало трагедией Еще очень хочется Да Света Спасибо вам большое За историю Очень хочется еще Смотрите Отметить Что вот И в первой истории И в вашей истории Да У вас еще налажены Детско-родительские взаимоотношения То есть Вот успели Да Какой-то вот момент Прямо поймать А ведь есть у нас истории Мы не будем скрывать Когда родители и дети Действительно далеки друг от друга По разным причинам Да И вот здесь Если и в первой истории Во второй Ребенок говорил Мам Вот посмотри У меня вот это происходит Да То иногда бывает так Что ребенок может не говорить Об этом совсем И мало того Бывает Вот тут пришли Страничку Просто открыли И почитали Да Тебе дочка дала И ты смогла смело Это почитать А если Этой информации нет То какие еще признаки Давайте прямо Вот мне Моя клиентка Рассказывает Что дочь стала Часто задавать вопрос Мама Во сколько ты вернешься Мама Она стала бояться Именно за маму Потому что там были угрозы О том что твоя мама Можешь не вернуться с работы Да То есть Она говорит Я еще так с мужем Ложусь спать И думаю Слушай Что-то вот дочь Постоянно спрашивает Прямо такое ощущение Что она начала Мне контролировать Повышается тревога у детей Да Не только за себя Собственной тревогой Потом говорит Постоянно Стала просить У меня там Мам Есть ли у тебя таблетка Например От того что у меня Сердце сильно бьется Или у меня очень сильно Болит голова То есть как бы тоже Такой признак А вот это кстати Показатели кибербуллинга Начинает болеть голова и живот Ну опять таки Мы с вами знаем Что и голова и живот Иногда бывает Болит у детей Которые боятся контрольных Экзаменов Это психосоматические Уже Надо все равно Насторожиться Если болит голова и живот И сердцебиение И это не свойственно ребенку Да И это не свойственно в принципе ребенку Может меняться поведение Так А кстати к поведению И какие-то пищевые привычки Могут меняться Ребенок Например если кто-то Вот кибербуллинг Часто этим тоже страдает Когда детей За внешность Допустим Ой ты такая толстая Там или что-то такое Ну бывает Что и Да Я слышала историю Что учитель физкультуры Девочки так сказал И дети могут Резко менять пищевое поведение Вплоть до полного отказа от еды И это тоже Влияет на детей И поэтому То есть это ведет к анорексии Гулими Да Вот поэтому Надо родителям Начинать как можно раньше Еще там Младших классов Как только он Вышел там В какую-то социальную сеть Где-то там Регистрируется Особенно большое внимание Если нужна Нужна регистрация В каком-то закрытом Да Номер телефона Лучше пусть это будет Твойный номер телефона Да Просто здесь помочь Нужно ребенку Выбрать какой-то ник Не связанный с реальным именем Чтобы не было Никаких личных данных И мы даже Вот в пятом классе Мы проводим такое Ну Один из психологических Один из психологических часов У нас Мы Безопасность в интернете С детьми пятого класса Не выкладывать фотографии Даже если это семейная Какая-то фотография Где девочка там Отдыхает с родителями на море Она может стать Источником угроз И шантажа Против этого же ребенка Но смотрите какая история Вот А если например Ребенок активно занимает Такую социальную Активную позицию Все равно надо спрашивать Родителей Мама могу ли я вот такую фотографию Потому что дети используют У нас тоже В моей практике была такая ситуация Когда девочка-одноклассница Создала страничку От имени Другой одноклассницы И с помощью фотошопа Выкладывала ее фотографии С различными мальчиками Там Ну Еще Да Такие ущемляющие Компрометирующие Шантажирующие Вот смотрите Мы здесь вот сразу Несколько моментов еще отметили Ну Во-первых Эти люди могут быть Те, которые занимаются Прессингом Шантажом Буллингом И еще худшими делами С нашими детьми В соцсетях В интернете Могут быть близко Это могут быть И мы знаем эти истории Люди Там Одноклассники Соседи Знакомые И прочее Это могут быть люди Которые находятся далеко И даже не в этой стране За тысячи тысячи И даже не в этой стране Не надо задавать вопрос Зачем это нужно Им Это невозможно Совершенно объяснить Поэтому Это совершенно неважно Для нас в данном случае Зачем это нужно Но нужно понимать Что интернет Это то место Где совершенно неважно Есть этот человек Живой в этом городе Нет Манипулируя издалека Он может привести Наших детей И даже взрослых К очень трагическим Последствиям Вот это нужно осознавать И второе Еще раз Мы сейчас доберемся Активнее до этого момента Мы проводим уроки Информационной грамотности Мы разговариваем С нашими детьми И вспоминаем сразу Что сказала Светлана Занько Сейчас в эфире до этого Я постоянно провожу Программы Информационной грамотности Я говорю со своим ребенком Я говорю с родителями И мы, например, с ней Снесли все соцсети После этого тревожного Страшного случая Где тоже у нас были уже И таблетки И корвалольчик И вот эти Бессонные ночи Ком в горле Ком в груди Это страх Я так понимаю Это страх Это был страх Я не понимала, что это И нам не помог Никто Ни невролог Ни психолог Ни психотерапевт Ни один из них Не задал вопрос Про соцсети Никто Страх это первое Чем манипулируют И эксплуатируют Я не понимала, что это страх И они не понимали, что это страх Вообще никто не спросил Специалист Имейте это в виду Так вот Уроки это хорошо Но даже при всей полноте информации И регулярности ее Это не спасет В тот момент Когда вдруг Вот такая ситуация Стрессовая потеряна Там родители отвлеклись Ребенок на что-то отвлекся И вот такое там складывается Потому что Как только снесли все соцсети Вообще все абсолютно Даже те, через которые вроде как не заходят Ей стало значительно легче Практически все отпустило Ушли эти комья Ушли все таблетки Начала спокойно спать Мгновенно за два дня Но через три дня У нее снова появился инстаграм Понимаете? И тут сколько угодно уроков И сколько угодно разговоров Полегчало Отпустило Все стерлось из памяти И все И снова оно появилось Хорошо Света Вот вы пережили Вот эту историю Вот прямо Поделитесь с нами сейчас Вы какие сделали выводы? Нет, это еще рано Я еще не сделала В всех выводах Я вам хочу сказать Я просто хочу сказать Что Надо понимать Что какое бы количество уроков Не было Выслушанных программ Не было Достаточно Достаточно Короткого промежутка времени Чтобы что-то могло произойти Нехорошее То есть постоянно нужно Родителям быть в состоянии готовности Да Вот вы сейчас Не про это То есть мы должны Постоянно держать руку на пульсе Пока вот ребенок Ребенку не исполнится 18 лет А может быть даже еще больше Да Вот здесь у меня Наверное вопрос Как раз к Елене Когда мы говорим Постоянно держать руку на пульсе Это наверное не значит Потому что многие родители Сейчас нам скажут Ну вот я должен доверять Своему ребенку Я не должен все время Читать его письма Ведь читать чужие письма Это плохо Мы с ним разговариваем Мы им доверяем Да, то есть у ребенка У подростка уже появляется Своя территория Своя граница И это нужно ведь делать же Правда Как-то соблюдать Да, не нарушать их В то же время И вот здесь вот Наверное один из выводов Который вот я для себя Хочу сделать Вы сейчас подтвердите Или опровергните Или дополните Это история Даже не при постоянной Дотальный контроль Соцсетей И там смсок Или еще чего-нибудь Ну как бы да Это история про то На какие знаки В том числе вот Физиологические там Проявления Да Нужно сразу Обратить внимание Вы уже начали Это перечислять Это спонтанные Необъяснимые боли В животе И головные боли Это изменение Это изменение может быть Пищевого поведения Если это связано С телесностью Поэтому родителям Ни в коем случае Нельзя делать замечания Я знаю Такие родители Были Приходили на консультации Которые не принимают Ребенка таким Какой он есть То они ему говорят Что он слишком полный Или слишком худой Или вот То есть делают Какие-то замечания Соответственно У ребенка падает Самооценка И чтобы ее поддержать Чтобы ее подтвердить Им нужны Эти лайки В интернете И они тогда Выкладывают фотографии Вот чуть немножко И вот это изменение В пищевом поведении Это может быть Изменение учебы Потому что у ребенка Не хватает ресурсов Просто не хватает Ни психологических Ни физических ресурсов Они скатываются А родители в этот момент Могут сказать Ах ты Что там такое И учителя И учителя В то же время Точно так же Могут сказать И дальше То, что я сказала У меня стоит ком в горле И никак он не снимается Она это явно ощущает И вот показывает На себе И потом в груди И потом в груди Вот невозможность Желание рассказать И вроде как бы Страх такой Что я не могу это сказать Нарушение дыхания Не может продохнуть глубоко Вот это И в этот момент Тебе говорят врачи Ну это нормально Для подростков Они растут Все системы не успевают Все через это проходили И вроде мама успокаивается С папой И ты начинаешь вспоминать Тоже Да, что-то я в детстве Тоже не мог Это самое Но когда это не проходит Это уже признак Наверное, чего-то другого То есть смотрите Я правильно поняла, Света Что не было задано вопрос Ни один специалист Не задал А чего ты боишься А какие у тебя есть страхи Да Ну врач, наверное И не задал Этот вопрос Психолог Психотерапевт Психотерапевт Обязан Да То есть получается, что В принципе и родители Могут даже поговорить Да Я могу сказать, что я не была На приеме с психотерапевтом Я дала им возможность Поговорить тет-а-тет Именно с той целью Что если она боится Мне что-то сказать В чем-то признаться Чтобы она призналась Об этом психотерапевту И возможно Она что-то говорила Но не сказала О соцсети Может быть в тот момент Она даже не думала Про это Потому что надо понимать Что у нас Вот эта история С соцсетью Она развивалась Стремительно В короткий промежуток Времени В тот момент Когда мы были У одних врачей Еще вот этого Прессинга не происходило Но что-то уже Только намечалось Понимаете Она просто Очень быстро Отреагировала В голове Это все-таки сложилось То, что мама Там говорила Очень долго Вот Но Я тут еще Очень важный момент Который мы тоже С вами скажем Наверное Физиологически Мы много чего Мы еще не сказали Моменты Про бессонницы Про бессонницы Дети начинают Говорить о том Что им снятся Кошмарные сны Либо наоборот Когда это кибербуллинг Либо наоборот Дети начинают Очень много времени Проводить в сети Перечитывая Эти сообщения Постоянно То есть они Утрируют ситуацию Когда они снова И снова Перечитывают И проживают Эту ситуацию Травли Да Дальше Вдруг Если вы заметили Что ребенок Никогда раньше До этого Не грыз ногти А прямо У меня просто Были такие истории Когда мама Привела ребенка На прием Потому что Посмотрите Он прямо в кровь Съедает все ногти И даже мясо Кожу Как она говорит Сам себя ест Такое было ощущение И в итоге Потом как раз Вышла Это была травля Тревожность повышается Повышенная тревожность Ребенок боится Выходить Сообщает родителям Что он боится Выходить из дома Его посылают За хлебом В магазин Он говорит Мама Нет Давай ты вот сейчас Ходишь То есть Вот такие поведенческие моменты Мы тоже с вами А что случилось Почему это произошло Вообще может Допустим Отказываться ходить В школу Вот здесь появляется Психосоматика И ребенок не хочет Идти в школу Если травля связана В школе И кстати Да И вот Ребенок погружается В эту историю В болезни Отведи Может быть Отведи меня К одному врачу К другому Я не могу Ты видишь Я лучше дома Сделаю уроки Надо мне подлечиться Я лучше дома приберусь Или там Я залезу в кровать Я еще должен подлечиться И вот И все И все Вот этот ком Начинает нарастать 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 И если в этот момент Мы пытаемся лечить Его простыми Вот там методами Там врачи Таблетки и прочее Не анализируя А что внутри А что где И не беря в руки Телефон Еще раз Или компьютер Вот я теперь Одно могу сказать При всяких таких Историях Прежде всего Возьмите в руки Телефон Ребенка Да Или зайдите И проверьте Вот любая Тревожная ситуация Вот с теми Признаками Которые мы Перечислили Ведь и друзья Меняется даже Круг друзей Да Потому что Если это кибербуллинг То у ребенка Например Те кто раньше Считался другом Кого ребенок Считал другом Он может отказываться Общаться по той Простой причине Что он сам Не хочет быть На его месте И либо ребенок Вообще оказывается Изолирован И вот еще При этом страх Сказать родителям Там учителям Кому-то Потому что он не верит Если это анонимно В сети Он не верит Что их накажут Что их поймают Но надо объяснять А самое-то главное Что эти профессионалы В сети Которые доводят Наших детей До такого состояния Конечно Вот надо сейчас Нам еще раз Вернуться назад И начать говорить Как они это делают Изучение Вот вы уже начали говорить Они идентифицируют себя С тем человеком С которым общаются С возрастом даже С тем ребенком Они изучают все Потому что сейчас На любой страничке Дети Не думая о последствиях Не предвидят Таких последствий Особенно Как раз Десятилетний Одиннадцатилетний возраст Которые же по возрасту Не могут Досинить Вот всю эту угрозу Да-да-да Они выкладывают Всю информацию личную Что там они смотрят Это можно везде посмотреть Какую музыку они слушают Потому что у них все Отражено на страничке Это ВК А есть сети Вот в данном случае В нашем случае Ничего не выкладывалось Но потихоньку Потихоньку В процессе общения Там какой-то такой истории Вытягивалась Вся вот эта информация И мы вспоминаем Сразу две сегодняшние истории Когда говорили Он любит ту же музыку Или она что и я У нее такая же собака Что и у меня Смотрит такие же фильмы Этот человек Очень хорошо подстраивается Под детей О том дальше Обязательно там Да У нас обязательно там Дальше идет развитие Да То есть сначала Посмотри как хорошо Что мы друг друга знаем Как здорово Что мы с тобой встретились Когда-нибудь мы в реальности Встретимся То есть постоянно Такие вот крючочки Кидают ребенку На будущее Его подвязывают Да Смотри мы уже так с тобой Близко знакомы Да Пошли мне фотографию Свою какую-либо Там да Кто что просит Сфотографировать Да И ребенок про себя Думает Ну слушай Действительно у меня Хорошая подруга Да Давай сейчас сравним Что-нибудь К примеру Да Она идет в ванну Обливает себя Вот этой же там Водичкой Футболочка Да Фотографирует Еще 10 лет Ну еще как бы Там смотреть Практически Я хочу сказать Что есть и другая история Абсолютно понятна Там да Что совершенно Не обязательно Заходить в ванну Обливать себя Водичкой Что-то посылать И иметь такую фотографию В натуре В сети В итоге Да А надо понимать Что не только Эти люди Имеют доступ К вашим фотографиям А вообще Весь мир Весь мир И детям Надо об этом Говорить С родителями Да Но И пользуются И другими штуками Достаточно иметь лицо Для того Чтобы скомпилировать Все в любых программах Компьютере И даже Когда Тебе скажет Твой ребенок Правильно отреагировав Скажет Что Ну это же не я Это скажет Совершенно неважно А кто знает Что это не ты Вот я это вот там Выложу например Вот такую вот историю Да Об этом узнают Например Твои родители Твои одноклассники Твои еще Тебя обозорю Все те Все узнают И в итоге Для человека Которому 10 12-13 лет Для него Мир падает Ружится А почему не говорят Родителям В этой ситуации Не обязательно Совершенно Что нет никакой Коммуникации Может она есть Но в такой ситуации Ребенок может подумать Я подвел Своих родителей Правда же Вот ей же ответственность Большая Некоторые даже говорят Даже подростки Я подставил родителей Мы продолжаем Программу практической психологии В студии Практикующий Семейный психолог Надежда Буш Сегодня у меня в программе Главный редактор Светлана Занько И психолог-педагог Мурушкина Елена Мы продолжаем Рассказывать Про истории жизни Связанные с интернетом И с буллингом Вот И здесь Наверное Пришло время Ну Ну Ты меня Ты меня Сама Пригласила Спасибо большое Что Пришла Рассказала нам Эту историю Я когда прихожу Обычно мало молчу Мне кажется Что это очень важно Еще сказать Все скажут А чего ты Чего это она рассказывает Вот мы знаем ее Знаем ее дочь И знаем очень много чего И зачем она это все рассказывает А вот именно за тем Что мы с вами разберем А как реагируют родители Когда Родительское собрание И им рассказывают Про вот кибербуллинг И прочее Учитель приглашает в школу И начинает беседу С того Что вот мне сказали Одноклассники Вашего ребенка Что он думает О суициде Или еще о чем-нибудь Школьный психолог Приглашает на беседу И говорят Вы знаете Вашего ребенка Надо показать Там психотерапевту Например Да Обратите внимание Ну или кто угодно Да Действительно Кто угодно говорит Позиция такая Что почему-то Ребенок Как им кажется Меняется Да И при этом Сразу же дают Какие-то рекомендации Да Вот смотрите Да Вот какая история Мы тут обсуждали Даже ребенок остается В стороне немножко Мы тут обсуждали За эфиром Очень много Какова должна быть И реакция родителей И какая она На самом деле На самом деле Бывает Собрание происходит И часть Вот редкие родители Так думают Так Пойду-ка я проверю И может быть проверяют Но потом опять забывают И потом вспоминают После следующего собрания И большая часть родителей Говорят То о чем вы Елена сказали Это те дети такие И те родители такие А у нас все По-другому А мой ребенок Не такой И я не такой И даже это случается Когда приходит Уже Вот уже тебя приглашают Уже большая масса Людей об этом знает И тебя приглашают Потому что когда Если доходят до учителя Это значит знают уже Многие как минимум Там в классе Например Да Ведь кто-то же сказал Об этом Вот И когда тебя приглашают То наша первая такая реакция Вот нашего еще поколения Выработанная еще Советским Союзом Если вызывают в школу Значит что-то плохо Сейчас меня будут стыдить Винить И ты уже такой В полной боеготовности Такой приходишь Дать отпор Да Это реакция устрицы В принципе Я конечно готов Выслушать от вас Но не факт Что я вообще буду с вами Воспринимать эту историю И очень часто так бывает Когда говорят Правильные, разумные Специалисты слова А родители говорят Не вмешивайтесь В нашу личную жизнь Это наша история И все это неправда Что вы говорите Опять же Это с нашим не может быть Это с вашими Какие-то домысли Кто это сказал Дайте я с ним поговорю Или он не может себя так вести В школе Потому что дома он ведет себя По-другому Да И кто это сказал Из детей Дайте я с ним поговорю Это касается не только кибербуллинга Любой другой информации Которая поставляется из школы Например Потому что что-то раскрылось О тебе О твоей семье Чего не должно было Вообще ничего раскрываться Потому что семья Это табу В семье закрыты двери Все происходит И не надо вмешиваться Я поэтому рассказываю Что все должны знать Что это может еще раз А с абсолютно каждым произойти Что в этот момент Надо просить помощи Потому что вот мы сейчас говорим Ребенок должен попросить помощи Строите с ними открытые отношения А сами-то вы часто просите помощи И часто ли вы вообще С миром Строите открытые отношения Сами-то вы часто Просите помощи Сами-то вы часто Обращаетесь К учителю К психологу К психотерапевту К маме К папе Еще кому угодно Нет, потому что Нас в принципе Не учили просить помощи Нам кажется Что так Сам-сам-сам Со всеми вопросами Надо справляться самому Не выносите ссоры Вот главное В этом смысле Пословица русская Но тем не менее Лена Скажите, что у нас есть Психологические службы Есть В школе Понятно, что многие Сейчас будут говорить Ну, смотря в какой школе Смотря как Да, я знаю Отношения родителей И к психологам Как к специалистам Тоже бывает разное Кто-то действительно придет И скажет Знаете, в нашей семье Там появился маленький ребенок Вы тут поддержите, пожалуйста Моего ребенка Бывает очень часто Мне нравится Когда наши учителя Обращают внимание Вот как раз На особенности поведения И они прямо приходят И говорят Елена Петровна Вот у меня про этого На этого ребеночка Что-то случилось Обращая внимание Может, где-то Понаблюдаете за ним Ну, это понятно Света Не в каждой школе Правда присутствует Но сейчас в большинстве Все-таки школ Психологи есть И как бы вы их Не воспринимали Как людей Вот правда Мы сейчас это обсуждали Я тоже человек Такой достаточно Прямолинейный Категоричный И сильный Наверное, в силу этого Не всегда воспринимаю То, что мне там говорят Люди мне мало знакомые Или еще как-то Но в этой ситуации Могу сказать только одно В такой ситуации Надо слушать всех Вы потом это переварите Вы потом сделаете выводы Вы потом решите для себя Вы будете совместно Выстраивать стратегию Или сами дома ее сделаете Но выслушать в этой ситуации Надо абсолютно всех Даже если это будет Ваше гробовое молчание Просто выслушайте То есть придите Пообщайтесь со специалистом Будь то учитель Психолог Или еще кто-либо Хорошо Вот давайте, Свет Вот еще такая история Когда мы Завершающий этап То есть ребенок все-таки Пришел, рассказал Вы понимаете Что вот это действительно Такая-то ситуация Дальше Когда Вот вы сейчас сказали Но через три дня Появился вновь Инстаграм То есть другая социальная сеть И мы с вами опять-таки тоже Да, как взрослые люди Понимаем, что ребенок Не может быть вне Этого информационного поля Да, и даже подростки говорят Да, вот подростки когда разговаривают Они говорят Объясните моей маме Что мы сейчас С помощью интернета Общаемся У них нет времени Общаться в реальном мире И вот если Говорит, я пока кушаю Да, я вот в телефоне Там всем ответила Кому чего Сажусь делать уроки Я могу спросить У ребенка Как делается вот эта задача У одноклассников Или они делают Совместные проекты Да, они общаются У них действительно нет времени В реальном мире То есть мы с вами как взрослые люди И еще вот эти вот Про закрытые семьи говорили Что семья действительно Имеет право закрыться И никого к себе И дети сейчас Не ходят в гости Никого не приглашают Да, это у нас такое время Реальное время Да Но тем не менее То есть родители Помня о том Что каждый день Да, мы находимся Вот в определенной зоне риска Пока у нас есть дети Да Но тем не менее Мы даем нашим детям Еще раз объясняем им Да Все техники безопасности Предупреждающая информация Должна быть Опережающей вот эти вот действия Но не закрываем Чтобы не получилось так Что ребенок Потом вообще просто Вы не будете знать Да То есть если мы начинаем запрещать Например Я знаю Да, кстати Хотела Светлана спросить Вот есть ли тот вариант Когда родители говорят Там Десять вечера Все гаджеты Собранные Лежат там у мамы Где-то там В тумбочке Да Компьютеры все отключены Вот может ли вот этот Вот такой пунктик Каким-то образом Помочь ребенку Если это в семье внедрено Например Уже прекращать общаться Поздним вечером Там Да Какие-то Тема бессонницы Я не знаю Мне кажется Это вопрос открытый Это касается Это касается и возраста В десять лет Ребенку можно запретить Потому что родители Они все равно устанавливают Это закон Порядок в семье Да Если не будет ребенок Прислушиваться Это будет просто хаос Он выйдет из пандконтроля Контроль ему нужен В этом возрасте У подростков запретить Допустим В одиннадцать часов У них там самое время Общения начинается Да Потому что Они там Кто-то освобождается От домашних заданий Или они продолжают Делать домашние задания Поэтому тут Строго индивидуально Вот в критических ситуациях Если мы будем говорить Там вообще надо прекратить В нашей ситуации Я могу сказать Родителям смело Как только забрали из рук телефон Как только стерли все игрушки Все соцсети Все-все-все На глазах у ребенка Не с криком И в панике А объясняя Что сейчас Вот Этого и так Этого и так Нет в твоей жизни А сейчас Мы это сотрем Совсем Этого нет Ни этого человека Ни этой сети Не значит Что не было Этого опыта Его надо будет переживать И вновь поставлен Инстаграм Об этом и говорит Да Но вот прямо На глазах Я это взял Правда Я хочу сказать Что это еще один Очень важный момент Я как раз Не из тех людей Которые замыкают Абсолютно Эту всю историю Наверное В силу еще и профессии Наверное И моя обязанность Максимальное количество людей Повестить там Об опасности Да И ты Я очень часто О своем опыте Рассказываю Там да В эфире Потому что через опыт Личный Лучше воспринимают Важную информацию Я когда рассказывала Потом своим знакомым О том Что произошло Вот здесь вот Прямо там Со мной У меня есть ряд Естественно Знакомых в моем кругу Который работает С органами Которые этим занимаются Они не сказали С нашей точки зрения Хорошо бы Чтобы ты принесла Этот телефон Чтобы мы забрали Эту сеть И ты Апишник Пробили Потому что Теперь Оказывается Более активно Все-таки Стали органы Отслеживать И прямо Работают Конкретно По этим направлениям И вот это Очень важно Сказать нам Всем Кто слушает Смотрите Мы в этой ситуации Абсолютно Не одиноки И здесь очень важно Что не только Там психологи Учителя Мамы Папы И кто-то Вам еще поможет Российская федерация Ее Соответствующие Компетентные органы Теперь Очень активно Занимаются тем Что отслеживают Этих гадов Понимаете Отслеживают Эти IP Даже вот Когда мы вчера Обсуждали Тоже с коллегами Эти истории А это вот Повсеместно Прям Вот этот срез На самом деле Да он повсеместно Не помню Там номер нашей школы Но это вот В Кирове Они рассказывали А у нас сделали Следующим образом У нас было Общее Родительское собрание И нам Прямо читали Именно с приглашением Соответствующих органов Историю Что ребят Вот смотрите Мы сейчас пробивали Вот такие-то Такие-то IP-адреса По которым Происходил Вот этот интернет Буллинг И еще более страшные вещи Выяснилось Что там Не менее десятка Учеников Этой параллели Были В этих сетях Вот по этим адресам А значит Они были В группе риска Подвержены Они уходили Заходили Но раз они Хоть туда попали Неважно Какими путями Попадаешь Совершенно неожиданно Через какие-то ролики Через ссылочки Через что-то еще Посмотри Как интересно Они затягивают Да Это значит Что они Были в группе риска Поэтому Пожалуйста Вот придите домой Проверьте Здесь мы кстати До эфира разговаривали С Володей Шабродиным Вот буквально До того Как мы с вами сели Он говорит Только надо понимать Что IP-адреса Эти люди Могут менять каждый день Сегодня он есть Завтра нет Это не значит Что если вы сегодня стерли То завтра не возникнет Другая история Конечно И вот действительно Руку надо держать Все время на пульсе И разговаривать Об этом тоже нужно Все время И приводить примеры Тоже нужно все время И ни в коем случае Нельзя приводить примеры С точки зрения того Вот посмотри Это твоя подруга Или друг Вот он такой Ну да И вот видишь К чему это привело Ты смотри Мне тут То есть ребенка Мы сразу же настраиваем На то Что он не может Нам не открыться Потом не рассказать Лучше спросить Если ты попадешь В такую ситуацию Как ты поступишь? Вот раз снова Открыли Инстаграм Вот если допустим Твои действия Как ты поступишь В этой ситуации? Причем надо Мне кажется Даже сказать Не как ты поступишь С точки зрения того Что ты задумался Вообще над этим Но это моя позиция Я вот видите Человек очень такой Резкий и прямолинейный Я бы хотела Чтобы в мозгах Там моего ребенка Сформировалась просто схема Вот как ты говоришь Инстинкт самосохранения Он прямо работал четко Как часы Вот понимаешь Вот прошла первая фраза Бэмс сигнал сработал Как в будильнике Раз сразу отрезало Это какие-то Такие определенные маркеры Сразу отрезало Как прям вот Собака Павлова Чтобы только зазменила И сразу все А можно ли вычислить Эти фразы? Какие? Я не знаю Могут быть разные Хотелось бы, чтобы было так Вообще, конечно Мне кажется Что должно насторожить ребенка? Какая фраза? Вот это, кстати, вопрос Для нас Как для психологов Для специалистов Мне кажется, что Вообще в ближайшее время Должно быть какое-то проведено Даже исследование По этому поводу И разработаны Прямо методики товарищей Да, рекомендации Прямо как пошагово действовать Потому что, смотрите Вот мы сейчас с вами говорили Про детей Про подростков Но ведь этому Я хочу все-таки В завершении нашей программы Прочитать, что Все возрасты Покорны Интернет-мошенничество Оно тоже процветает И попадаются взрослые Дело в том, что Вот, пожалуйста, история Реальной жизни Женщина 57 лет Три года назад Умер муж Дети уже давно Разъехались по разным городам Ну и понятно У нее свободное время И какое-то ощущение Одиночества Хочется, чтобы быть Востребованной Любимой Решила зарегистрироваться На сайте знакомств Через определенное время Скорее всего, на бесплатном Сайте знакомств Да, развернулся Виртуальный роман Причем она говорила Я никогда так не любила Как вот я любила Вот этого человека Которого Вот того виртуального Своего героя То есть Она, понятно, что Рассказала все о своей жизни Он рассказывал ей Тоже Были всякие разные Пикантные Непикантные фотографии Ну то есть Прямо Втерлся в доверие До такой степени Что Утром просыпалась Ждала с нетерпением Когда он Ей там Доброе утро Еще что-то Вечером Чтобы там Приятных снов Пожелали Она говорит Я вот это время Просто реально жила Порхала Хотя Никогда не могла Его ни обнять Ни уложить спать Ничего Да, вместе Ни позавтракать Ни поужинать И что случилось Этот человек Виртуальный герой Попадает Будто бы В автокатастрофу Ему срочно Нужны прямо такие Деньги на операцию Он кидает ей номер счета Она же влюблена Вы помните Да, то есть там Грамотно влюбили Человека Я понимаю Я столько раз слышала Об этих историях Я столько раз думала Но я думала Никогда со мной Этого не случится Это не может Чтобы это случилось Обязательно со мной И она говорит Я понимаю Что у меня есть На счету там 200 тысяч Я перевожу эти деньги Мне еще какое-то время Пишут, пишут, пишут А потом Она говорит Мне жалко Не денег Мне жалко Того состояния Того состояния Которое потеряло И она, конечно, говорит Я понимаю Что этот роман Длящийся в течение года Обошелся мне В 200 тысяч рублей Да Но тем не менее Вот это ощущение Того, что она Как вы правильно сказали Интернет-мошенничество Да И она говорит Сколько оказывается Когда я начала Вот это Опять-таки Активно подругам Рассказывать Про то-то, то-то, то-то Они, говорит, за чашкой чая говорили Ну, у нас подобные ситуации тоже были То есть, понимаете Это правда Ну, кто-то вовремя может сказать Так, стоп, я поняла Что это за игра Да А кто-то не может Кто-то уже грамотно Я даже больше скажу У меня есть знакомые Которые выходили замуж За иностранцев И оказывалось, что Очень красиво ухаживали По интернету Когда они приезжали Оказывались люди-инвалиды Например Или с какими-то Паранояльными наклонностями Я даже просто Однажды попросила переписку И когда проанализировала Сказала Ты не должна быть с этим человеком Потому что у него есть определенная Акцентуация характера Да И она вышла замуж Через год она вернулась Вот видите То есть, сколько И все это строится на самом деле На таких базовых потребностях Базовых потребностях И ценностях человека Для подростков это Желание быть принятым Понятым И дружить Для взрослых Это желание быть любимым Востребованным В итоге Получается Что если мы с вами Четко Мы уже взрослые люди Даже четко осознавая Свои собственные потребности И то поддаемся Влиянию То что говорить Про наших детей Которые Которые Очень нуждаются Именно в наших с вами В нашей с вами поддержке Да Где-то в опоре И во время Не только во время Неудачи Но и успехов Конечно Я только хочу сказать Большое тебе спасибо Надя Что ты делаешь этот проект И нашим слушателям Сказать Что в вашем распоряжении В архиве программы Практическая психология Гигантский опыт Ведущих психологов Нашего города По самым разным ситуациям По частным По общим ситуациям Которые касаются Абсолютно разных Там Тем в жизни Я не знаю Чего только еще не разобрали Мне кажется Еще много чего Будете много разобрать Но практическое руководство Там даже есть К тому Как анализировать Что делать На что обращать внимание По разным жизненным ситуациям Причем абсолютно бесплатно Да В нашем цикле Программ Практическая психология На сайте Яхакирова.ру В доступе В абсолютном есть Просто заходите Смотрите Не ленитесь Послушать Что-то для себя Зацепить Еще раз Проанализировать Что у тебя в жизни Потому что Время от времени И лучше Чаще Чем реже Надо останавливаться Оглядываться Стряхивать С себя Вот на лед Анализировать Что с тобой происходит И что в твоем окружении И только так И учиться надо Не только детям Но и родителям Да Потому что Вот этот безумный бег Это безумный темп Это абсолютно Так развивающаяся Стремительная жизнь Которая нас приводит К таким ситуациям Это данность наша Надо научиться останавливаться Делать выдох Да Светлана И давайте Наверное Вам сегодня Володя Шабардин Рассказывала Что у нас есть центры Которые оказывают Бесплатную психологическую помощь Можно я начну со своего То есть Некоммерческая организация Взаимодействия На профсоюзной 1 Мы находимся И там у меня есть специалисты И я сама оказываю Безвозмездную психологическую помощь Людям Которые находятся В трудных жизненных ситуациях Это и дети И подростки И взрослые Также Государственная Сами не можете Проанализировать Нужна помощь А большинство Большинство Не может Сами Да Лучше обратиться К специалисту Лучше обратиться К специалисту Разделите эту ответственность Примите профессиональную помощь И понимать Что они не одни Спасибо большое Я надеюсь Что мы будем продолжать Истории из жизни В нашей программе Практическая психология А я благодарю Главного редактора Светлану Занько И психолога-педагога Мурушкину Елену Все Всего доброго Мира Любви и счастья Практическая психология